Саровский клуб «Атом» продолжает борьбу за титул чемпиона Нижегородской области. Но никто из ребят не стал опускать руки. Команда доказала, что у нее есть характер. Стали играть быстрее, меньше стали бить мяч в пол. Передачи были вертикальные, самое главное. И вот таким образом Дзержинск, мне кажется, все-таки сломался. В конце мы их дожали. Выиграли 15 очков где-то. Несмотря на то, что вступали по ходу игры тоже 14-15 очков. Мы собрались и победили. Матч Саровского баскетбольного клуба «Атом» с командой «Торпеда» из Павлова тоже заставил игроков и болельщиков понервничать. После первого периода Саров проигрывал. В перерыве тренер внес коррективы. И уже во втором периоде «Атом» наверстал упущенное и вырвался вперед. В Павлова приехала команда молодая, команда бежит. Они приехали свежие. И мы знали, что они будут бежать, будут прессинговать всю игру. И вы знаете, мы видели, мы проигрывали даже в первой четверти. Ну вот опять же, наверное, здесь опыт игроков наших решающую роль сказал. И сегодня здорово сыграли наши большие под кольцом. Вот, наверное, это основной фактор успеха. Мы загружали хорошо мяч под кольцо, освобождались края. И процент трехочковых. Сегодня 46 процентов. Это, конечно, здорово. По верхней линии у нас как бы было все достаточно неплохо. Ну и откровенно мы провалили третью четверть. Надо было просто немножечко по-другому играть. Надо было побыстрее бежать. Мы стали играть в позиционный баскетбол. И с этой командой играть в позиционный баскетбол. Вот, скажем так, нашим составом против этого состава. Ну, нереально, чтобы выиграть. Этими победами «Атом» обеспечил себе выход в плей-офф. Пока клуб идет на втором месте с одним поражением и сохраняет шансы стать первым в подгруппе. Сыровчанам осталось провести три игры, и все нужно выиграть. Среди них выезд в Павлова и очередные домашние матчи с Розамасом и Кстолом. На конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать» спортивная школа «Икар» заявила свой проект. Чинить бесполезно. Фигуры небольшой скейт-площадки на «Икаре» окончательно приходят в негодность. Пространство для любителей экстремальных видов спорта появилось в нашем городе в 2015 году. За восемь лет площадка сильно износилась. Периодические ремонтные работы дают только временный эффект. Как минимум хотя бы поставить перилы сюда, поменять вообще все. То есть здесь переделали фанбокс, он теперь непригоден. Там при въезде огромный стык, который подбивает уже фигуры некатабельные. Тот квотер, он сделан. Туда поставили фанеру скользкую, вообще, то есть обычная фанера, не для катания. То есть тоже фигур не годится никуда. Все нужно переделать, по сути. Гринбокс стоит на двух бревнах, которые мы сами сюда притащили. Трюки на велосипеде смотрятся эффектно. Этот захватывающий, но травмоопасный вид спорта очень популярен среди саровской молодежи. Сложные элементы важно отрабатывать на качественном оборудовании. Новые формы снизят риск травм и неудачных падений. В теплое время года площадка собирает много спортсменов. Катаются в день, ну, допустим, взять какое-нибудь лето. Приезжают сюда, ну, человек, я не знаю, 30 минимум точно. Так, в сумме за день, типа, они меняются. Там приезжает один, уезжает, ну, потом он уезжает, приезжает еще один. Так человек 30 дней меняется. Так в целом, ну, еще больше. С проектом замены фигурной скейт-площадки спортивная школа Икар заявилась на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать». Теперь только горожанам предстоит сделать выбор, какое саровское пространство благоустроят в этом году. Уважаемые граждане, просим вас проголосовать за ремонт скейт-парка, поскольку тут катаются ваши дети, внуки. И продолжат делать это на протяжении многих лет. Скейт-парк в данный момент находится в непригодном для этого состоянии. Важен каждый ваш голос, поэтому просим вас проголосовать на сайте «Голос за». Две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей привезли с областных соревнований борца Икара. Алексей Гогеев – один из лучших спортсменов школы Икар. Рекордное число его подтягиваний – 40 раз. Бальчик занимается самбо чуть больше года. За это время этот вид спорта сильно затянул борца. На последних двух турнирах в Городце и в Нижнем Новгороде Алексей взял золото и бронзу в весовой категории 50 кг. Своими успехами спортсмен доволен. Контильники были довольно сложные, особенно в Нижнем. В Городце было, конечно, немного полегче, но там тоже было, собственно, сложно. И я думаю, что я отлично постарался для этого раза. Работать на результат было довольно тяжело. Готовиться было не так тяжело, потому что уже пришло понимание, что можешь выиграть, у тебя есть какие-то способности. Илья Ноктев тоже делает свои первые успехи в самбо. У спортсмена на счету – золото на первенстве города и бронза на турнире в Городце. Илья в первый раз выехал на соревнования за пределы города. В Городце юного борца больше всего впечатлили масштабы турнира и количество приезжих спортсменов. Боролись по две схватки. Времени провели там примерно часов шесть. Когда боролись, нужно было забороть первого, там бы дали второе место. Если первую схватку проиграть, то тогда бы вторую победить, тогда бы дали третье место. Я первую схватку проиграла, вторую выиграла. Занятия по самбо воспитанники Максима Тарасова и Валерия Трубина возобновили год назад. И турниры в Городце, и в Нижнем Новгороде – это первые выездные соревнования борцов за последние несколько лет. И результаты уже не заставили себя ждать. Самбисты привезли два золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей. Больше было работы в курточках, в бартере, в стойке. Чисто самбистские тренировки. В нашей классической схеме и очень многое, что нам преподавал Виталий Карлович, мы привносим в тренировки. Многое, что сами мы узнали. Все-таки мы поездили по стране, по миру, видели разные методики, разные тренировки разных тренеров. Здесь занимаемся разные броски, много соревнований. Есть какие-то же результаты? Да. Первое место в городской, второе место в городе Городец. Второе место тоже за город, и третье место за город есть. Плюс два мастера спорта. Батутистки Ирина Тимонина и Тамара Давыдова выполнили нормативы на высокое звание. Путь к званию мастера спорта Ирина Тимонина начала еще в детском саду. Правда, тогда ни сама спортсменка, ни тренеры не подозревали, какое будущее ее ждет в спорте. Занималась Ирина наравне со всеми, только ближе к старшим классам поняла, что хочет добиться чего-то большего, закончить школу, имея спортивное звание. И вот, наконец, мечта сбылась. На прошедших всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе кубок Ярослава Мудрого Ирина выполнила норматив мастера спорта. Прошло еще не так много времени, и, наверное, я нахожусь еще в какой-то такой эйфории. Не до конца верится, что цель достигнута, и действительно это большой труд, который привел к успеху. И это может показаться для меня чем-то недостигаемым в какой-то мере, но это произошло, и я безумно рада. Пока девушка в 10 классе. До окончания школы она планирует продолжать занятия, изучать новые элементы и участвовать в соревнованиях. В этом году на счету отделения прыжков на батуте два мастера спорта. Вместе с Ириной на этих соревнованиях норматив выполнила еще одна воспитанница спортивной школы Икар Тамара Давыдова. У нас уже лет 6-7 не было мастера спорта. У нас последняя была Алексеева Ирина, мастера спорта, международную классу ее присвоили. Еще вот после этого у нас не получалось. То мальчики пролетали, у нас и Ермаков хотел выполнять, Славин, но никак не получалось. Одну, две десятых не хватало. Вот так не выполняли. А здесь девочки вот не подвели они. Как говорит Александр Коронаевич, дойти до мастера спорта нелегко, надо работать. Причем начинать нужно как можно раньше. Детей приводят в 4-5 лет, в крайнем случае в 6. Затем уже поздно. Десять лет мы уже таких не берем. Девять лет уже выезжают на первенство России по первому взрослому разряду. Девять лет. Там мы таких-то не берем. Уже поздновато, конечно. Мы берем вот с шести лет, можно взять с пяти. Мне зависит, какой ребенок еще. Есть слабенькие дети. Сейчас тяжело вообще найти таких. Для малышей, которые только делают первые шаги в спорте, прыжки на батуте – это прекрасный способ выплеснуть энергию и вдоволь призвиться. Маленьким непоседам намного важнее, чем взрослым тренировать ловкость и координацию, укреплять мышцы и сухожилия. А у старших ребят этот спорт развивает силу воли и закаляет характер. В первую очередь, наверное, это умение падать и вставать. Несмотря на все падения на тренировках, какие-то неудачи или еще что-то в этом роде, ты все равно продолжаешь вставать и делать еще раз. То есть это упорство, это стремление. Для меня это в первую очередь те качества, которые мне дал спорт. Сейчас воспитанники Икары готовятся к областным соревнованиям. Победители призера турнира автоматически войдут в сборную области и будут участвовать в чемпионате России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова